Упавшие деревья, оборванные провода, пробитые крыши. Сильная буря с ветром и дождем, которая прошлась по Иванову в среду, буквально перевернула весь город. После шторма в областном центре введен режим повышенной готовности коммунальных и спасательных служб на двое суток. Стихия разгулялась не на шутку. Придавленные деревьями автомобили буквально на каждом шагу, а на улице с танка на припаркованной машине рухнул забор. Владелец белоснежной иномарки Иван зашел в магазин на несколько минут, а когда выбежал из здания на громкий звук, нашел свой автомобиль погребенным под слоем дерева и железа. Молодые ребята на отечественном авто поставили распорки и смогли выехать. Вот лояльный гражданин из города Кинишма, соседняя машина, решил не трогать конструкцию, чтобы, скажем, не сделать мне хуже, потому что весь забор лежит, грубо говоря, на моем автомобиле. Полностью ценить ущерб до того, как конструкцию берут, не представляется возможным. Но одну значительную вмятину на своей ласточке Иван все же заметил. Водители звонили в полицию, МЧС, госавтоинспекцию, но, увы, никого в течение нескольких часов дождаться так и не смогли. Службы спасения действительно разрываются. Восстановить все за несколько часов просто невозможно. У нас в результате порядка 80 трансформатных подстанций было отключено. Это около 36 тысяч жителей остались без света. Кроме того, там 20 дошкольных детских учреждений, две школы образовательные. Сейчас в первую очередь восстанавливают работу социальных объектов, детских и образовательных учреждений. В некоторых школах на завтра запланировано проведение единого госэкзамена. Электроснабжение там нужно наладить как можно быстрее. В настоящее время работает 20 бригад по ликвидации. Мы привлекли все, какие наши силы и средства РСЧС существует, нашего городского звена областной подсистемы. Мы привлекли их. Это порядка 40 единиц техники. Все городские беды, уверяют в мэрии, постепенно устранят. Сотрудники городской администрации просят граждан обо всех последствиях урагана сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 41 18 10.